У областным агульно-эдукационным лицеем 12 выпуск. За эти годы научная установа подрихтовала 64 золотых и 26 серебряных медалистов, больше за 200 переможцев республиканских и международных олимпиад. В учни лицеи не одной еще становились лауреатами премии специального фонда президента по поддержке адорной молоди. В этом году лицеи выпускают дорослые жители 135 юнаков девочек. И селетний выпуск тут называют одним из самых зортных. Заключительного этапа предметных олимпиад, бортник Роман, Сорока Виталий и Анищук Валентина. На сегодняшний день уже студенты высших учебных заведений нашей республики. Среди наших ребят 18 претендентов на золотые и серебряные медали. Валентина Анищук – одна из тех, кто уже сегодня может носить звание студент. Лауреат Республиканской олимпиады по биологии признается, досягнула своею мари только дякуючи ліцею. Я очень счастлива, что мне не надо сдавать централизованное тестирование. Я могу поступить бесплатно в любой университет. Если бы я не пошла в лице, я бы точно таких результатов не достигла. Хвалюючая радость и смуток расставания с лицейскими сябрами – это почутся на твары кожного выпускника. Усяго два года тому, яны приехали с разных путков Брещины сюда, у областной лицей, развивать и удоскональовать свои веды. И вот ура, чистый день развитания. На самом деле очень грустно уходить отсюда, потому что ты сдружился с ребятами, ты любишь учителей, а вот сейчас уходишь. Грустно, очень на самом деле грустно. Но это жизнь, и нужно двигаться дальше. Не меньше хвалюющих этот день для батьков, которые пришли проводить своих детей в дорослое життя. Жизнь неудачная, счастья, всего самого доброго. Для нас, конечно, это волнительно. Все-таки дочь, взрослая жизнь. У нее все меняется, у нас меняется. Нам, конечно, если честно, то слезы на глазах. Напереди у этих юнаков девчат новая преступка. Максима самая отказная и складанная. А по коль – опошний школьный вальс. И восемь. Опошний звонок, який обвязчает. Школьные занятки застались у минулым. 135 поветренных шариков и загаданных жаданий у поляцела у майское небо. Стольки шюнаков и девчат худко покинут стены лицея, який дал им мощные веды и привалую путевку студентское життя. По заканчению урочистой линейки, керавник в области Анатолий Лиз ознайомился с учебной базой научальной установы и отзначил, решение об лвыконкам об открытии областного лицея 13 годов тому было правильным и необходимым. Подбор преподавателей более высокий, значит, учебные программы более сложные. То есть это дает возможность, во-первых, раскрыться человеку, определиться с дальнейшей своей специальностью уже. И это еще раз говорит о том, что политика нашего государства, она социально ориентирована. Глядя на молодежь, конечно, вспоминаешь свои годы, но и завидуешь им, что у них еще все впереди. Самое главное, чтобы они выбрали тот путь, который дал бы им возможность быть настоящими гражданами нашей страны. Людмила Салзина, Александр Воронин, телерадо-компания «Брест».